Зарю небесным, улечителю души истерны, И живы с десы, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю прийти вселися вны, И обчистены всякие скверны, и спаси Боже души нашим. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных слов Твоих. Сохрани нас в любви и согласии, пребыв с нами. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Послание к Колоссяну, святого апостола Павла, 1 глава, 28 стих. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Толкование. Мы проповедуем, но не ангелы. Как же после этого вы считаете их служителями? И выразительно сказал, проповедуем, долу возвещаем, то есть как бы не заводя его с высоты, не позволительно и не с принуждением, ибо и это свойственно божественной благодати, привлекать к себе не насильственно, а посредством увещания и научения. Под вразумляя, можешь разуметь уроки деятельной жизни, а под научая истолкование догматов. Чтобы с успехом научить всему, нужна всякая мудрость, заимствуя потребное то из писания, то из разума, то из эллинских писателей, как и учил Павел Афинян по поводу их же алтаря, что говоришь, всякого человека, да, говорит, мы об этом заботимся. Но если это не исполнится, не наша вина. Совершенным же не в законе и не по отношению к ангелам, а во Христе Иисусе. То есть, в познании Христа, ибо то несовершенно. Тут вот написано проповедуем, долу возвещаем. Кто может объяснить, что такое слово долу старое обозначает? Долу возвещаем. Вот. Ну, долу это никак не старое. Да, вниз означает. Долу вниз, то есть, как бы не заводя его с высоты, да, долу. Сверху вниз, да, долу? Долу, это вниз однозначно. Внизу, значит. Под долу. Ну, вот горнее, горнее это вверх, а долу это вниз. Долу это долина. Подножье. Долу это долина, долина. Подножье. Все падает в долину. Все горы сходятся в долину. А-а-а. Вопросы, комментарии, замечания, дополнения. Идем дальше. Колоссинам 1, 29. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его действующего, действующую во мне могущественно. Толкование. Не удовольствовался наименованием труда, но прибавил слово «подвязаюсь», чтобы показать бдительность, строгость своей жизни и прочее, что свойственно подвязающимся. Итак, если я тружусь ради вашего блага, то насколько более вы должны трудиться? Сказав «тружусь» показывает, что и это дело Божие, ибо подающий мне силы для этого, очевидно, этого желает. Потому и вначале сказал волею Божию апостол. Показывает этим также и то, что против него воюют многие, ибо тогда сильнее проявлялась бы сила Божия, когда противников было бы много. Трудно проповедовать, когда воюют против проповеди, причем свои же родные братья, как бы, или лже-братья, как их теперь? Понимаешь, это как дано. Значит, не замечаешь трудности. Какая-то внезапная энергия особая. В зависимости от того, какая гора. Иду просто по дороге ровной, или начинает выше, еще дальше я чувствую, дыхание вроде идет, теперь напрягаюсь, хватаюсь за что-то. Так и в проповеди. Это вершина. И даже не осознаю, что идет борьба с духом зла. Бог как-то делает. И разложить, вот написать, как вот в семинаре, я не могу никак это. Это надо просто испытать, видеть. А почему решил этому человеку ответить, а этому нет, не знаю. Вот сегодня один зашел на меня. Ну, там звонит, мы на молитве, но в воскресенье у нас молитва короткая, так как в храм идем. И он без разрешения залазит. И вижу, что фамилия незнакомая. Ну, ребята сказали, братья, что, говорит, раньше его жена заходила. Ну, вот такой пример, без бороды, только здоровый, крепкий, видно, мужик. Чего он хочет? Я говорю, вы не против, что у нас записывается, в интернет выставляется? Да я бы не хотел. Как не хотел? Да тогда я разговаривать не буду с вами. Ну, я хотел лично. Ну, лично оставь, потом после этого. Ну, я вот как, я его буквально ломать начал. Кто посмотрит, скажет, у него кости хрустели. И, наконец, он согласился. Ладно. И дальше ты говоришь, что он был когда-то православным вроде бы, там, ну, какой он был там. И когда пошел по разным сектам, и дальше ничего-то личного у него и не было. А боялся. А что ты боялся-то? И у меня заголовок будет называться «Страна и церковь больны, трусись и корысть». И он прямо крутился, вертелся, ну, никак. Я говорю, ну, ты ко мне пришел в дом и командишь условия свои. Зачем ты мне нужен-то такой? Я на тебя время тратить буду. Самое незначительное, что мы делаем, если Господь благосковляет, оно может быть полезно для других. Вот в чем дело-то. Не ролик мне нужен. Мне нужна аудитория. Как Зоя Крахманникова говорила, вам нужна трибуна. Вы трибун. А я, она кандидат нам науку, она пишет. Я писательница, я сижу с книгами, вожусь и все. Понимаешь как вот? И когда начинаешь говорить, я вижу этих людей, перед которыми он, ну, допустим, он пытается меня не спровергнуть, чтобы я заглох и всего. Я вспоминаю слова Ева, говорит, если бы я знал за собой что-то, я боялся бы многолюдного общества. И оборта не раскрыл. Ну, он залез, который, вот сейчас на меня вышел, Саша Муха. Видите, при его-то положении, арта бы никогда не раскрыл. А он стоит, сидит и беседует с Сергеем Козловым спарализованно. И меня хлещет там. Ну, естественно, я выставил всю его биографию тут внизу. Как так? Ну, а если бы с тобой такое случилось, ну, кого бы я трогал? Ну, проповедовать бы говорил, а кого? А он именно поносит, прямо злостно, и говорит неправду, прямо как фонтаном идет. Где он берет, видно, что этот демон только может такое совать ему. Он сам не сумеет, у него ума не хватит. Придумает, придумает, и нигде правды нет. И как? Он противодействует. Ничего. Я вижу, что можно с ним или нет. Вот у меня есть люди, с которыми открыто я спорить не буду. По определенным мотивам. В первую очередь, я ему уже все сказал. Но я могу сказать, что Сергей парализованный. Максим Степаненко. Я с ними спорить открыто не буду. И когда, даже если Максим там нападает, где-то что-то, я как этого не вижу. Я сказал все, я ему все дал. Я его отлично понимаю, почему он сказал так. Но был момент, когда мне пришлось за него заступиться. И у меня это на первом месте. И как он откликнулся положительно. А остальное для меня не касается. Он сказал и сказал. Опять затерлось. Опять выходит. Но если он непрерывно, зло какое-то, с которым я не был близок. Я не могу пойти, почему. А мы были друзьями. И он споткнулся. Он остается православным. А этот, я говорю, тебя и теща-то уже не признают. Тесто тебя в дом не пускает. Вылез сюда. Ох и поганец. Ужасный человек. Я только подумал о жене, как она с ним живет. А то она подвиг великий совершает. Понимаешь? Вот это на него смотрю. Это как будто человек перешел грань, где хула на Дух Святой. Идет. Все хулит. Православное. Даже батюшка стал слушать наш. Ну уж батюшка-то не Игнатий. Не мог дослушать. Я говорю, что он ушел на улицу. Да какой же он? Да где он что-то берет-то, говорит это. Потеряет-ка он это видел, там говорил, делал. Ничего этого никогда не было. Поэтому на меня во время, когда я говорю, и передо мной аудитория, то я тебе не советую под эти жернова лезти. Я выкатываю, выкатываю самую дальнобойную тогда пушку. Когда уже я начинаю в Библии, канонами давить его. И не отпускаю, одним каноном буду прижимать, пока не согласится. Вот сегодня я выставил материал, коротко называется «Окрещение». И выставил внизу 27 роликов, ссылки, которые на нашем видеоканале. Наше «Окрещение» крестили, как беседовали, вот как шли на крестный ход и прочее. Вы сами себя увидите. Я везде сейчас несколько разных роликов, и под ними комментарии даю. Комментарии о Крещении, когда и дальше 27 роликов наших. Это сильнее ударить просто невозможно. Вот так, вот такой мой подход. Продолжим. Послание к Колосинам, святого апостола Павла, 2 глава. 1 стих. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владики и иераполи, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Толкование. Намереваясь приступить к учению, он наперед указывает на свою великую любовь к ним, чтобы получить большее доверие. Беспокоясь говорит о вас, но ставит наряду с ними и верующих владики и других очевидность тем, чтобы они, где пришли в смущение, подумав, что причиной этого их слабость. Почему же ты беспокоишься? Разве замечаешь что-нибудь худое в нас? Потому говорит, что вы не видели лица моего, но прибавил во плоти, удивительным образом показывая, что они непрестанно видели его в духе. Да. Многих же писателей во плоти не видели, а читаем, и дух, так же и Павла в духе, а не его. В посланиях. В посланиях, да. Он пишет, видеть их не видел, а говорит, непрестанно молюсь о вас. Вот духовная близость, он верующим же пишет, и радуется, и плачет, и переживает за них. Нужно научиться задавать вопросы. Задавать вопросы – это большое искусство. Вот это считает он. Подвиг, который я терплю ради тех, которые там в Яраполе. Как? А разве не ради Христа ты делаешь? Понимаете? Это вопреки всего, что он говорил раньше. Я делаю, я тружусь ради мой подвиг. Меня бьют, меня гонят, меня поносят. Я ради вас это терплю. Павел вот что говорит. И теперь ты дальше рассудив, вычленив вот это место ради, и говорит правильно, а как ко мне относятся. Я где-то что-то терплю ради нее. Ради тебя. Ну ты же сама знаешь, что ради тебя-то сколько я претерпел-то. Уж не здесь, только далеко за границей. Там и ереси, и чего только нет. Ну так? Вы помнишь, мой Соня пришел вам рассказывал про три змеи. Зачем я бы рассказывал? Много я снов рассказываю. Нет. Пришел, рассказал присутствие определенного человека. Вот ведь какое дело. Ради вас почему? Нам иногда говорят, твоя мама. Не раз говорила, что у нас будет в Потеряевке, если вас не будет здесь с батюшкой. Говорила? Говорила. Говорила, ты знаешь. Это мне говорят вчера. Вы являетесь удерживающим теперь для Потеряевки. А вас не будет, как они там будут вести? Мой ответ, ты сам знаешь. Один Бог знает, и может будет еще и лучше. Ну как без Стефана? Это такая защита. Его убивают. И главное, главный, кто тут был, кому доверяли одежду, стережься. Почему не другой короли Лон? Именно из него и восстанет такой. Мы даже не знаем, какой был Стефан-то. Ну, ну скажем, что даже сравнивать нас. В тот момент, когда он ушел, ничего подобного не было. Вся вселенная ему покоряется. Определенному апостолу какой-то край. Там Андрея идти на Русь, Петру Дамдаримов, Памея идти в Индию. А Павел, говорит, обретал всю вселенную. Это я вам за того здоровье. И ради вас, недостающих скорбей во плоти. То есть он все время как бы искал, кто меня ударит, кто меня загвоздает. Кто? Вот образно сказать так. Ради вас. Вот вы понимаете, сидят здесь. Ну ладно там это. Ну неграмотные там какие-то. Ты что заканчивала, когда училась? Ну, заканчивала школу, техникум, институт. Вот понятно. А они, которые нападают, они считают, это бабка, она неграмота. Она техникум, институт. Понимаете, с кем разговариваешь-то? Так они у нас учатся все время. Все время двигаются люди вперед. Вот представьте, сейчас бы мы были где-то в храме. Конечно, не раздевались. Не здоровались, никого не знаем. Толкались бы. Чужие люди сейчас заходят с улицы, тебя толкают. И скорее отсюда, и пришли домой. Ну как? Где там? Дом-то? Домой торопятся. У нас не торопятся. Собрание прошло, пообедали, так и сидят. Что у тебя дома нет? Видишь как? Оцени, что такое община. А кто понимает, что такое община? Вот Виктор Андреевич, я знаю, все понимают. Но когда выступает и говорит с таким переживанием, что такое община, вот он говорит, называю, вот он Игорь сидит. Да все это понимают. Но вслух высказали неоднократно на день нашей общины. Они выступали, я их беру, чтобы не в обиду другим. А представь, общины нет. Община будет, нас даже не будет. Община сохраняется. Причастительца, можно призвать священника, а может просто сходить в храм любой. Кроме того, у нас семинаристы учатся. А их рукоположат. Подготовить надо. Сейчас рано об этом говорить. Мы просто молимся о них. Молимся. Это у нас запасные. А дальше Бог как сделает. Но я наказывал, никогда, ни вовеки веков под патриархией мы не пойдем. Никогда. Они мгновенно уничтожат. Они терпеть не могут. Но представь себе, только за то, что с нами знается Нина Жолнирова, она стоит на улице, замерзает, валенки протают до земли, по сей день не запускает ни в жар, ни в холод. Более чудовищной ненависти нигде нельзя найти. Нигде. Чтобы увидели, женщина стоит, ехала к храму и не пускает. Она не говорила, не мешала, не распространяла. Ничего. Она переехала на родину. Это ее родина. Ну вы же знаете это. И от нас туда зовут. К ним стоять на улице. Ну что смеяться-то? Почему? Глава у них командиров-то нету. Епископ сказал запустить освящение. Митрополит сказал запустить. Он не пускает. Почему? Не работает команда. Команда не работает и эрхия. Не работает. Вот я вчера только сказал, что означает эта переписка во сколько-то. Я их и не заставлял. Выразил мысль. Вижу. Никита уже все отложил. Компьютер закрыл свой. И сидит уже рукой переписывает. В другой комнате Володя сидит уже переписывает. Это даже не подчинение. Это улавливает, как говорится, энергию. И дальше к вечеру все закончили. Перепечатали. Цифры вызвал, показал. Значит как Володя писать, Библию переписать по часу в день. Ровно 7 лет надо писать. Каждый день. Суббота, воскресенье. Тогда у тебя на руках будет Библия. У Никиты немного раньше. Но там будет 9 тысяч ошибок. То есть получается, что сжечь можно было у него, что он напишет, 2222 раза. Сжечь. А ты говоришь, это так не точно. Вы думаете, Библия в одном списке писалась вот такая? 50 километров. Ну конечно нет. Нет, конечно нет. А свитки? Ну да. А они там почему оттуда вытаскивали свитки-то такие? Отдельный лист. Ошибки убрали, заново переписали. Зачем всю Библию сжигать? Один только лист. Переписал заново и все. Это сейчас листы. А раньше показано, что свитки. Замечательно правильно. То есть что на этом свитке написано, это уничтожалось. Если 4 ошибки найдены. Ну а там ни одна страница писалась-то. Не тысячу, конечно, страниц было. Ему подали, он считал пророка Исаия. Да, но Завета там не было. Но Завета не было. Там еще варианты есть. Аминь. Так что меньше бы разом были. Тысячу разом. Ничего нет. А кто-то сказал бы, а вы бы, Печланыч, сколько сделали ошибок? Не семь. Не семь, во всяком случае. А может быть, семнадцать. Почему? И сказали бы самому не считать. Я бы так подумал, сказал семьдесят. Потому что у меня руки сцепляют, две буквы вместе, я все время управляю где-то. Но не ошибки. Тут выпущены отдельные стихи были. Стихи прям выпущены были. Но это стихи выпущены, это уже большая пригрешность. Это потому что сказали обмундировать, кого-то послать. А ты каждому выдал, а тот пришел надеваться. Один вали на какаха. Уже на улице, уже назад не зайдешь. А тот без шапки. А ты шила, кто-то френч, какой-то рукава нету. Так и получится. Казнить. Или помиловать. Вот вычленять нужно и задавать конкретный вопрос. Ради кого ты страдаешь? Ради кого? Было это или не было? Не все, что это поругание за свою жизнь. Даже не жизнь, а жизнешка может быть. И не то, что жизнешка, а поганенькая. Это про всех. Не то, что... К каждому может относиться. Это очень даже непросто. Вникать, применять к себе. Называется экстраполяция событий на сегодняшний день и лично ко мне. Вот она, живо и действенно, до разделения души и духа заговорила. Я вот, видите, сегодня пришел и говорю, видите, я тобой недоволен. Говорил, а чем я был недоволен? Пришел. Он гость. Приехал на один день. Я еще даже не пригласил его к себе, а первым делом выговорил ему. За что? За тыкву. Попробуй договориться, что за тыкву. А что за тыкву-то? Наши тыквы были оставлены, большие вот такие вот, которые стояли. Они были в домике. Когда собрались ехать, Надежда Васильевна все загрузила и нам места не было. Не было. Мы их оставили. Мороз, мы наказали унести. Куда к Вите? Никита дает оттуда, там у него было. Говорит, забрали. Ну и все, забрали тыквы наши целые. Не тут-то было. Забрали оттуда. Домой он не пустил их, а оставил там в сарае. А в сарае они все замерзнут. Сегодня они все негодные. Сарае. Я говорю, что ж ты сделал-то? А некуда было. Я там не был. Скажи, печка у тебя свободная? Ты мог на печку положить. Мог. Если ты ее русскую печь не топишь. Ну, по краям где в комнате, сколько комнат-то. А у вас, вот даже у нас ступить негде, все равно я бы наложил где-то на кровать, в ноги, там маленько согнулся. Но на улице выбросить. Не годится. Я людям, даже не знаю, что мороженое развозил, малым детям и мороженую. Мне теперь позор-то. Там не запустили, а во мне теперь. Кому я еще отвез? Я-то думал, хорошо. Никак не годится. Никак. Найти можно было место, чтобы проход был, пока самому думали забрать. И поехал человек, нам привез. Не делать это нельзя. Ну, еще не сделаешь, я к тебе еще не имею. Ты к нам пойдешь ищевать? Нет, не пойдешь. Теперь он не пойдет. У меня, я договорился уже, у меня есть место. Мои стык, вы тебя бы шапочку выскобилили. У меня своих шапочек не много. Ладно, давай. Приходи, брат, начивай. Спасай, шапочку. Холостинов, 2 глава, 2 стих. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Холостинов, 2 глава, 2 стих. Полкование. Наконец, уже приступает к учению, но не осуждает их, не вполне освобождает их от обвинения. В этих же словах заключается и ответ. Подвиг, говорит, имею. С какой целью? С тем, чтобы они не различно мыслили, а были в согласии и соединились все в одной вере. Каким образом? Не по принуждению и насилию, но в любви. И сказал же, это потому, что разномыслие и порождает раскол. То есть, чтобы они ни в чем не сомневались, чтобы всячески крепло их разумение, то есть, познание тайны. И не сказал просто, для богатства, но для всякого богатства. Знаю, говорит, что имеете познание тайны, но желаю, чтобы и уверенность в этом познании была у вас сильна. Или желаю, чтобы вы были убеждены разумно, а не безотчетно. Как же это тайна бога? Та, что через сына совершается наше привлечение к богу, а не через ангелов. Все про этих ангелов их. Ну, здесь скажу, смотрите, вот как говорят, через это привлекается быть открытым. Ну, что можно это сказать? А я сижу, у меня мгновенно всплывает, я не буду где-то говорить, что со мной происходит. Вот смотрите, я задам вам вопрос сейчас. У кого есть примерно такой телефон? Вот. Ну, вот оно, примерно там, ну, меньше там сколько стоит. Это самый дешевый. Купил мне один человек, ты знаешь его. На меня привез в магазин и с продавцами договорился, и такой вот это раскрывается, там фотографирует. Я едва не удрал оттуда. Тогда кое-как сдал там назад, он опять тогда вот это отошли и дали. И вот тайна-то в чем заключается? Я открыта. Везде известный мой телефон. Никогда не отключаю в церкви, я не знаю, как выключать даже. Я его приношу, кладу здесь. Отмолились? Почему? Все время мне звонят. Но не в этом дело. Тут говорится о тайне. Я применяю к тайне. А в моей жизни тайна есть какая? Есть. У меня Белайн. Я поехал по Теряевке, я не знаю сколько, 800 рублей было. Когда я вернулся из по Теряевке, у меня было 8 тысяч на нем. Тысяч? По сегодняшний день не знаю ни одной подписи. Сейчас вернулся, опять обнулил. 200 осталось только рублей. Проходит время чик. Что-то тут смс протерся. Вам понасчислено Белайн 300 рублей. Неужели Белайн это понасчисляет? Да. Проходит день вчера, позавчера два дня подряд. Сейчас посмотрел уже 2 тысячи с лишним. Было 200, 2 тысячи. Это в 10 раз больше. Тайна для меня, тайна. Ну скажите, кому насчисляют кто-нибудь известный? Нет. Кому кто-нибудь слышали, что постоянно... Да, постоянно нет. Постоянно, ни раз, ни два. Притом я не знаю за что. За книги мои. За книги я запрещаю сюда давать. До книг таких и нету. По 400 рублей там я не давал. Я вот сейчас смотрю сколько. 2 тысячи 200 уже. Меня это отягощает как бы. Но я молюсь за них. Ну кто? Вот тебе бедный. Двери открыты. И милость Божия просто проливается обильно. Так? Ну как по-другому понимать-то? Ну не Билай же это не дает-то. Говорят, они только брат имеют. Да нет, не Билай. А может они меня полюбили за счет? Да это вам кто-то перечисляет. Может быть отец или батюшка. Так разные телефоны-то. Разные. Ну с чего у него телефона взял там у Устиновых их там пруд прудей? Но я-то не звоню. Потому что я боюсь, чтобы не сняли остатки. Вот тебе тайна. Ты говоришь тайна? Я думаю тайна. У каждого есть тайна. Там открыта была тайна о спасении во Христе Иисусе. Как ее открывать? А надо ли ее прятать тайну? Наоборот. За то, что ты спрятал, ты будешь отвечать. Некто сказал, говорит, если бы давали знания под условием никому не говорить, я бы отказался от знания. А в самом деле, а зачем они мне нужны? Если никому нельзя дать. Ну мне дали много денег. Ну дали бы сейчас конкретно сказать. Сейчас бы сказали с Дональдом Трампом, если бы я познакомился, и он бы меня принял и сказал бы, что тебе надо. Я говорю, тебе не трудно 10 миллионов долларов на меня перевести. 10 миллионов долларов. Но я даю вам гарантию. На меня не будет потрачен ни один цент. Дайте, куда вы тратите. Ну в первую очередь я положил бы дорогу по Теряевку. Первое, первое, что. И особенно около Глушковых там вот эту засыпал бы я. Да мы ее каждую весну всыпем. Мы ее постоянно засыпаем. А весной разгребаем. Там надо наложить трубу и самосвалами возить там, где большие кучи у нас селосные. И поднять его, чтобы был вал, как вот здесь сделали мы. Откроем-то. Второе, значит, учителям комбайн купить. В первую очередь, комбайн, я говорю, новый купить. Самый современный. Барабашу. Ну я бы рассказал учителям повысить раза в 3-4 зарплату. Ну и все проще. Несколько домов для приезжих. Ну они убывали деньги-то, а прибыли-то нет никакой. Познакомил бы меня Бог. У меня стихотворение такое. Пока я жив, ищите меня. Я с объятиями вас приму. Маленький печатный столовик. Это тайна, маленькая моя тайна внутренняя. Отчего? Я люблю это место, люблю этих людей. И мне хочется, чтобы не повторилось, как раньше было там засохло, ничего нет. И ты еще слышишь, и все применяешь. Как ко мне относятся. Голубого, я наизусть это знаю, что он считает. Но открывается все больше, как ко мне. Раньше я считал, к себе не относил. А сейчас постоянно отношусь. Я натыкаюсь на это. Тайно. И это привлекает, он как говорит, людей и то другое. Привлекает? Конечно. Вот мне вчера только пришло несколько сообщений. Я ваша духовная дочь, духовный сын. Я у вас учусь сколько лет, знать не знаю, нарожала не знаю где. Как дальнобойщик. И главное, пишут там. Я у ваших ног сижу сколько лет. Это любой бы позавидовал, что я. Я знать не знаю. Почему? Ресурсы наши огромные. Ответ на вопрос. И люди становятся другими. Слово Божье живое и действенное. А священники? Священники есть, которые буквально зубами скрижищат. И это хорошо. Значит, я нехвалимый только. Но и поносимый. Горе вам, когда все у вас будут хорошо. Горе. Эти люди, врачи, с нас снимают стружку. Как весы. Вот хвалят, и все хвалят, и хвалят. А на той стороне хулят. И выравнивают, чтобы не опрокинуть эти весы-то, чашки. Давай. Третий стих. В котором, с большой буквы, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Толкование. Он один знает все. Если же он один мудр, то мудр, конечно, и пришел в последние дни. А недавно и напрасно некоторые неразумные нападают на это. Сказав сокровища, указывает на их множество. А словом все, показывает, что ничто Богу не безызвестно. А выражением сокрыты, что один он знает, и у него должно просить мудрости и знания. Но заметь, если и кажется, что он сказал нечто особенно великое, то и это, в котором сокрыты сокровища, сказал применительно к пониманию людей очень простых. Ибо Бог есть самопремудрость и самоведение. Я хотел сказать, вот как применить это. Люди берутся с учителями. Не многие делайте с учителями, Яков говорит. Не многие. И далее, почему мы подвергаемся большим осуждениям. И вот я смотрю, просто показано. Страшно смотреть, глаза зажмуришь. Адская дорога. Автобус идет. Внизу все время пропасть. Сто с лишним, сто пятьдесят метров глубиной. И там показана только куча какая-то. Сорвался автобус, и кажется, сто человек сразу погибло. И вот он идет, а в это время там прорвало, вода хлещет и подмывает. Ему никуда никак нельзя. Теперь он камушки накладывает и едет одним колесом, двойное колесо, одно колесо, второе висит над пропастью. Это невозможно. И когда понял, что не проехать, теперь ему надо назад дать. И назад, кажется, километров тридцать он должен зад пятки по этой дороге проехать. Это невозможно смотреть. Содрогаешься что-то. По-другому никак нельзя. Но почему они не продолбят дальше? Теперь вот это относится к духовному. Не так я научил. Человек пошел не туда за него отвечать. Не многие делают с учителями. Скажи, все учителя лезут. А ты не учитель. Я не учитель. Я просто передаточное звено. Я все время говорю, вот это сказал Василий Великий, вот это Ефрем Серин, вот это Иерарим Средонский. Я не учитель. Хотя называют учителем. А то человек сам на себя берет и все это трактует. Сам. Никто так никогда не понимал. И говорит погибельные слова. То есть нет страха Божия. Никакого. Я каждый день молюсь, Господи, и начинаю перечислять. Теперь уже не Обаму, Барак Обама, а Дональда поминаем в молитву. Дональд. Дональд, да. Ну, до дошел на лед, на Дональд. На лед. Да, значит на лед, на лед, холодное. Он говорит, еще может показать похлеще Обамы. Дональд, это Игорь. Не знаю. Я сколько раз спрашивал. Там ни одного слова этого нет. У них будет этого слова и нет. Жорик. Ну и что? Не знаю. Я знаю только то, что они страх Божий должны иметь. И каждый день молюсь, Господи, дай им страх, то есть святой. Управлять народом. И чтобы не было покушения на них. Не отпусти их из жизни и покаяния. Сейчас интересно. Вот сейчас выставили плакат. Женщины стоят и написано. Путин! Save the world. Ну, переводи. Что такое? Ну, там как? Save или save? Или в конце S еще. Save. В, в, в. Ну, туда. Спаси мир. Спаси мир. Женщины стоят, держат плакаты за рубежом. Волк. Путин спаси мир. То есть самый популярный политический деятель на сегодняшний день. И популяризация его все растет и растет со дня на день. Как он отвечает? Ну, вот у ребятишек там географическое какое-то общество. Прошла Олимпиада, видел? И он с мальчиком один, видимо, доминант, получил что-то. И он спрашивает вопрос. Скажи, а где граница Родины? Он начинает с Чикотка. Нет. Границы у России нету. Это не Брежнев. Смотри, что там написано. Ему показали, говорит, Брежнева там пять кольц, это олимпийские. Это он подошел, кто там. О, о, о. И знает, как говорит, олимпийские кольца. Ну, что, что нарисовали тут. О, 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 о. Он не знал совершенно сейчас. Приехал тогда какой-то представитель из Вьетнама. Го Мо Жо. А детей спрашивают. Это кто? Го Мо Жо. Да нет, это тетя Гоможопина. Он в юбке стоит-то, одетый-то. А будешь считать, что Елизавета одиннадцатая, а там Рибская два стоит. Он считает, что Елизавета одиннадцатая, а она вторая там имеется в виду. Ну да. Конечно, это все, может, и не так было, но надо развиваться, просить Бога и помнить всех. Помнить. Мы только узнали и сразу начали о нем молиться. Его там в Америке сейчас готова сажать живьем. С Россией установить отношения. Нам не нужна эта враждебность. И Украина может дотацию больше не получать, и она загнется. И на этом все. Все говорили. Один есть народ русский. Русский тройственный. Белорусцы, украинцы, Россия. Но сжаться к Украине надо, раз она большая. Первоначально она их защищала. Ну, маленько надо разбираться во всем этом. А как бы поступил, не знаю, как я не политик. Я знаю только одно, что там быть верующим нельзя. Вот это определенно знаю. Быть настоящим христианином и быть руководителем этой страны, это невозможно. Самая большая в Европе мечеть открыта в Москве сейчас. И там присутствует президент Путин. Как? Так это его граждане. Это его дети. У него же так. Я люблю православных, а бахтистов. Никак. Одинаково. Это его дети. Потому что нахватали мусульманские республики, завоевывали. А теперь подавились и проглотить не могут. Ему надо, чтобы был мир. Чтобы люди жили мирно. А спасение ему в задачу не ставилось. И он клялся не на Библию, а на Конституцию Российской Федерации. А не нуждаются в помощи. Не выскажешь как. Так на Украине, Игнатий Иванович, там же все и еще вот идет то, что там католики и униаты. Вот чем. Там же иезуиты. Вспомните, Достоевский об этом писал. Лисков. И причем не иезуитство, а с масонством. Да я не об этом просто. Я хотел сказать, что мы даже молиться. Ну это да. Молиться, чтобы... Ну как-то маленько по-другому. И сейчас главное... Катится, катится вагон-то где. И поют дети. Катится, катится. И показывают. Россия запускает ракеты, атомный взрыв. И про это поют. Солнышко. Всего лишь 15 мегатонн. 15 миллионов тонн. И атомный, и непрерывно. Детский голос поет и радуется, что... Это надо придумать это такое. Да ты-то сгоришь. И показывает, как дома. Все это впухает, разлетается. И пустые кварталы, никого нет. И дети поют, и радостный голос. Это что, кощунство какое-то? Садизм. Как этот говорил? Что это такое? Ну, когда... А сейчас еще же... Знаете, что приходит во Франции премьер-министром бывший? Как-то Фергюст его там. Он сейчас второе место занимает. Ну, да, я расскажу, все это проиграет талант. И он с Путиным тоже, в общем, они дружественные отношения. И он говорит, только придем, говорит, если я у власти буду, сразу с Россией дружественные отношения установим. Чего это, говорит, такое? Откуда взялось-то? Коммунизма нет. Раньше, говорит, мы с коммунистами были. А сейчас у них нет коммунизма. И я, говорит, точно знаю, что в любой глубинке России там мирные настроения. Ну, то есть он, видать, был, видать, где-то ездил. Даже разговаривал. Ну, премьер-министр. Что там говорить? Он неоднократно был в России. Да. Ну, давай. Четвертый стих. Это говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Толкование. Это, то есть то, что в Христе все видение. Сказал я для того, чтобы кто не прельстил вас. Что до того, что если кто красно говорит. Что до того, если кто красно говорит. Наперед, знайте, что если такой человек говорит не о Христе. То он говорит одни паралогизмы и софизмы. Растолкуйте, что такое паралогизмы и что такое софизмы. Кто знает. Кому у нас можно спросить про это? Валеру. Валеру. Сокольских. Сокольских. Он где он? Витя может знает. А, Витя? Софизм. Ну, это мудрость. Софизм. Это перемудрили, а парагизм, наверное. Недомудрили. Недомудрили. Парагизм. 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 Садите вот там. Ну, конечно. Гугл, гугл. Ну, это, я не понял, а где это, прям там написано, что ли? Расскажи, это сепарация. Да. А кто это? Болгарский, что ли? Сергей, откуда? Ты в толковании прочитал, что ли? Да. Из Феофилакты, это прям. Я вот только что. Не апостол Павел. Ну, еще раз. Ну, давайте тогда точнее. Выйдите, кто в интернет. Есть у кого интернет здесь? Наперед, знаете, что если такой человек говорит не о Христе, ну, краснобайствует, то он говорит одни паралогизмы и софизмы. Сейчас я марину прошу. А вон, Галя заходит. Это паралогизмы. Да. Паралогизмы. Может быть, это виды речи? Давай вперед, не смотри. Да. Христос, кстати, словами не манипулировал. Пятый стих. Случайно неосознанная и непреднамеренная логическая ошибка в мышлении. Паралогизм. Вот. Неосознанная. Да, затупил. Заговорился, наверное. Лишь все наговорили. Ну, да. А то и стену заведем говорить, да. Чтобы не впасть в это. Сейчас, подожди, сапаризма смотрю. Ну, а ты перемудрился, видимо. Это точно. Перемудрился. А вот я спрошу вас, кто знает Масленников Сергея Михайлович? Кто такой? Я знаю. Так, один еще кто знает? Вон, три, два, три, четыре. Я Масленникова Вячеслава знаю. Вчера мне его выступление подкинули и сказали, дайте объяснение. Вот, все, подробно. Из потеряевки. Малыш ваш, Роман. И мне пришлось подробно отвечать. Будет ролик стоять. Я просто говорю, ролик, ну, через неделю он будет стоять уже у нас. Я его разбираю попутно. Как? У меня время много отнимать. Я его прослушал от корки до корки. Я не вырываю никак. Мне надо знать все. Прослушал еще что-то еще. А потом все, что в интернете против него сказано. Против. Меня это должно интересовать. И это, что против, я разбираю теперь подробно. Вы, ну, отдельный момент из-за этого. Он мне близок в одном, что его поносят теми же словами, как и меня. Одинаково. Все это православные. Гуру для определенных. Все слова, как будто бы от меня взяли, скопировали и на него. Ну, понравился он с бородой, одетый. Ну, все как положено. Говори, нормально, школа покаяния. Он сюда в Барнаул приезжал. Он не слышал, мне звали, я не пошел. Я понял, что я не пошел. А почему не пошел на встречу? В первую очередь у него времени нету. А второе, я вижу, что мы с ним не сойдемся. Нет. Он для него авторитетом является, как говорится, пишут как кумир Игнатия Принчинина. А я Игнатия Принчинина считаю нерожденным слышим. Что, класс, спрашивают? Молодец. Ну, ясно дело, что я только скажу это слово, что будет. Зачем я его буду на себя? У него врагов и так хватает. Давали гриф на его труды, на его выступления. Он много пишет на дисках. Кишки там у него есть, и он распространяет их. Патриархия одобрила. А когда дело-то пошло, они взахались. Что мы сделали? Теперь все это сняли, дезавуировали свою подпись и начали гвоздать. Он вредный. Он такой-такой. А что вредный? Ну, допустим, он в Екатеринбурге. Где он, по какому храме там есть. Он начал там вести работу. И количество посетителей увеличилось в 4 раза. В 4 раза. А в воскресенье, говорит, прищищается теперь до 300 человек. Я знаю, как прищищается. То есть это любой судистый приходит. Тут меня этим трудно провести. Но он ввел эпитемию. Эпитемия, что должна быть? Не все подряд. Я подробности не знаю. Там нигде больше не написано. Сколько, чего, как. Но в чем они обвиняют его? Вот я посмотрел. Фактически ни одного серьезного обвинения нет. А вот если так, то будет. Может быть. Ничего нет. А может быть. Ну, может быть. Может быть. Вот я сейчас иду сюда. Я иду. Ну, иду. Какая письма. Ну, я могу запнуться. Действительно могу. У нас Тамара запнулась. Ну, я могу запнуться. И лбом ударить в стекло. Действительно могу так. А рядом стоит ребенок. И стекло ударило его в глотку. Перерезал. Так в случае я сяду. Заглохну здесь. От себя мощиться буду. Не пойду. Вот это они говорят. То есть было ли такое? Лев на площадях. Они говорят, у людей руки опускаются, как он сказал. Абортницы. Правила Васильева Икова Второго. Десять лет отвлеченных. А сегодня на один день не отвлечают. Что он сказал не так-то? А человек может пасть в отчаяние, но пусть за пределами церкви попадает. Какое отношение к церкви-то имеет? Пусть они там падают. В отчаянии. Это все Б. Это 90% женщин, которые стоят повинны в этом. Я посмотрел, у него нет ничего, чтобы захватить его. Но, когда были рождественские чтения, называется международные, нынче, у них было 13 разных тем, ну, что-то там такое-то. И две темы конкретным людям. Одна Масленникова, другая Лапкина. И Дворкинская все это. Я слышу, у меня аудио оттуда поступило с этих чтений-то. И как они ничего не могут сделать. А потом, Александр Леонидович, надо в Роснадзор, в Потребнадзор обратиться на Лапкина. Это вот кто инициировал все это дело-то. И они зашумели, загалдели там, ну, не видно никого где-то. Да, митрополиту. А там же отвечают, нет, митрополит ими заниматься не будет. А митрополит дал такой ответ, что Лапкина, за ним нет ни догматических, ни канонических нарушений. Он православный, исповедник и прочее. То есть дал очень хорошую характеристику местной митрополиты. Затребовала русская народная линия и на бланке этой митрополии, и печать стоит. И все это интернетом выставлено. И от меня эти, которые там нападали, они маленько, как говорится, затихли. Они сейчас на него набросились, на митрополита. Ну, бешено я их называю таким словом, не нравится. Ну, и как? Я вперед не заглядываю. Могу определенно сказать, Бог мой это делает и запускает. Они бы, ни один пес языком бы не пошевелил. Почему? Бог видит. Я это выдержу. И когда вижу, как человек, на которого что-то сказали, он запаниковал, заплакал. До меня такое. У меня сердце бьется, я там не знаю как. Знаешь, он не испытывает. А на меня-то, ты почитай что? Я тогда пишу, а почитай сколько на Путина нападок, как его не выставляют там. Ребенок, он с ребятишками там в детском садике-то. И он вот так вот, ребенок стоит там и, ну, голый пузя, он так наклонился. Путин-то и, ну, животик его, герой растет России. Никогда не думаешь, все, педофил. Вообще, ошалели безумцы. Понимаете как? Ребенок стоит, мальчишка, года два, он его пупок поцеловал. О, педофил. Вообще, сумасшедший народ. И вот так и на патриарха везде. А да он там, гомик такой, он там, это ротовский, там, это дикадим. Вы видели его? Нет. Знаете? Нет, патриарх. Не злословь начальствующая в народе. Вот это определенное я знаю. На этого я могу сказать, а начальствующий один? Никак. То есть, если не соответствует действительности. И вот там бываешь где-то, я выступил, теперь на меня, а вы за патриарха заступаетесь. Да он такой, я за патриарха заступаюсь. Ну если неправда, почему же не сказать-то? Как? Как я могу утерпеть это? Патриарх продал же церковь с католиками. Да уже давным-давно все продано, что вы ухватились-то? Все бритые священники, посмотри, какие они идут-то. Как они крестят-то? Под католической кисточкой. Выйдет священник, кисточка, покропил, крещеный. Не патриарх же это делал-то. До него это было, и он в этом участник. Но еще в этой встрече-то с Франциском еще не было. Нереально люди рассуждают. И поэтому скучная жизнь у людей. А чем на пенсии заниматься? У меня братья уходят. У меня минуты свободные нет. До глубокой ночи. Нету. Как? Да я живу, значит, ты должен делать то, что сможешь. Столько новых людей приходят, книги просят. Самая большая у меня сейчас неприятность. Полный комплект запросили и оплатили из Испании. И выходит, это две коробки и два пакета. Пакеты нашли, коробки не нашли. Уже прошло полтора месяца почти. Но почта отмечает, что границу, когда сейчас зарядишь, когда номер-то у него, именно границу пересекло. Но граница дальше-то еще Польша, дальше-то еще Германия, Франция нигде не появляется больше. Или она не должна. Но испанскую границу не пересекло. Меня побуждает пойти здесь. А куда я пойду? Они говорят, до 27 декабря это еще может задержка быть. А после 27 надо обратиться. Ну тогда обратимся. Посмотрим. Помолитесь. Они, католики, двое, уже православными стали. Представьте себе. Но они не отсюда, а из Литвы. Их книги посланы были. Запросы о книгах почти каждый день. Главное, это истинно православие в православии, трехтомник. Симфония. А это уж редко, а у меня их и совсем нет. Уже полный комплект давать никому не могу. Как интересно жизнь-то. Все. У меня за книги отвечает Галина Николаевна. Куда не пойду, кто что-то делает. А почему налажено? Рычагами не надо двигать. Каждый знает свое место. И вот так вот писали. Православным легко быть. Это Бог. Он сказал, я делаю. Мне не надо думать, фантазировать. Бог. А в сектантах он все время, что Маня, что Таня, что Ваня сказал. И ты за то, что ты православный, у тебя есть доступ к сокровищам православия. Моли Бога. Чтобы он не наказал тебя, что ты недоволен где-то был. Забудь все. Когда говорится, великое приобретение быть благочестивым и довольным. А великое преимущество во всех отношениях быть иудеем. Почему? А им верят на Слово Божие. А они не верят в Него. Им, прародителям верено. Их пророки были, их апостолы. Им верено. А мы православные. Нам верена святоотеческая вся литература, каноны церковные, жития святых. Нам-то сколько еще кроме этого верено. Ну, великое преимущество быть православным. А сектантам ничего не верено, они это не верят. Интересно? Ну, только это расширь маленько. Это не только Слово Божие для нас, а нам втолкование. Вот мы по втолкованию и глядим. Давай. Пятый стих. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Толкование. По связи речи нужно было сказать. Хотя я и отстаю плотью, но духовно вижу обольстителей. Он же в похвалу обратил это Слово. Слушай, ибо не только, говорит, вы не пили, но у вас никто не поколебал порядка и твердой веры вашей. Как в боевом строю хороший порядок делает фалангу крепкой, так и церковь, когда бывает тверда, когда в ней добрый порядок. Любовь соединяет всех и нет разделений. Но и вера уже сама по себе составляет твердую опору, потому что не позволяет вкрадываться иным помышлениям, которые, вводя раздвоение, колеблют внутренний строй. Можно сказать это? Можно. Есть такая передача «Мир и церковь». Там выступает митрополит, правая рука, патриархов Сергий. И вот вчера он вопрос ему задает, он отвечает, сам задает. Говорит, да, вот у нас церковь православная, но сейчас религия, это не секрет, сейчас она возродилась у нас в стране, религия. Ну и главная проблема сейчас в церкви у нас стала, очень-очень сильная, это терроризм. Как нам объединить все конфессии, так вот, чтобы мирно это было, и бороться всем с терроризмом. И там женщина сидит, она тоже умная такая, и вот они друг дружку подправляют. Как вот бы объединиться со всеми конфессиями главными, центральными? Сами того мы не заметили, как спокойно, прям уже на телевидении России, везде, в православии, а все обговорится, как построить настоящий экуменизм. Не тот экуменизм, который там вот что-то встречается, там пляски с дикарями смотрят, как концерты. А настоящий построится, и к одним единым кулаком прихлопнуть эту заразу. Террористов. То есть у них в церкви все хорошо, все нормально. Главное террористы вот они мешают. На полном серьезе сидит, не улыбки на лице нету. Он даже чем-то немножко на Мадонну похож. Такой, то ли улыбается, то ли ему грустно, не поймешь. Всем-то на мою готов малишоную тюмку поможет. Мадонна, Монализа, которая? Да. Вот интересно, какие хотел сказать последствия. Заходит на меня один, хочу познакомиться, а то другой. Начинаю говорить, а у него одно такое, объединить всех вместе, как надо. Я говорю, откуда ты взялся такое? А он к языщикам ближе, а теперь услышал православное. Говорит против. А потом мне говорят, он говорит, говорил против. А теперь говорит против, не говорит, после беседы с вами-то. И вчера ко мне один какой-то стучится, тоже нерусская фамилия, поговорить с вами. Но я не вывожу его и говорю, ну говори о чем ты. Ну и дальше вначале разговаривает, он ко мне просится поговорить. Я говорю, где вы хоть живете-то? В Китае. Ну ладно. Я тогда ему открыл вход, он ко мне зашел. Зашел, стали говорить. Приятные наружности, хорошо одеты, с бородкой. Я говорю, вы где находитесь в Китае? А чем вы занимаетесь? А чем вы занимаетесь? Там что-то с торговлей связано, по-моему. Да, он бизнесмен. Бизнесмен. Меня интересует китайский язык. Я к чему это разговариваю? Он мне, ролик будет стоять. Он согласился, чтобы записали. И вот он когда начал говорить, я говорю, а как китайский язык? О, это китайский язык, у них, говорит, чтение намного больше. Вот нам, чтобы страницу просчитать, сколько надо. А он читает, только посмотрел, так это... 15 секунд страницу читает. 15 секунд до нас страница. На одну страницу. Иероглифы сразу схватывают зрением и перелистывают. Я тогда ему говорю, а сколько иероглифов? Как на машинке-то печатают? У нас, допустим, 36 клавиш. А там сколько? Он говорит, ну, примерно 50 тысяч этих иероглифов. Ну, какая клавиша? Там бегать, она в одном конце будет, другая в другом. Нет, говорит, не так. Слово Христос, как он объяснил? Иисус Христос, это два иероглифа. Это рыба и дерево. Дерево как возрождение, а рыба, это Христос, эпоха рыбы. Какое время тогда было, они знают, какой тогда считался. Символы. Рыба и дерево. То есть он не может. Ему надо тсинь-тсинь пить. Дальше никак. Когда воевали там, а советских не было. И китайский летчик Си-Ни-Цин сбил самолет. Си-Ни-Цин. Си-Ни-Цин. Ли-Си-Цин. Си-Ни-Цин. И он начал говорить. Я говорю, ну скажите, вот я люблю Плещеева, мне нравятся стихи. Как на китайском языке будет? Жрецы греха, пророки тьмы, и человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. И имена их презирать своих детей научит мать, лжепророки. Ну это вот как, ну как. А вот если будущее время, значит, там крючок вниз или кверху, прошедший хвостик вниз. Ну я говорю, крестьянин он не знает иероглифов. Он не знает. Как в разговоре выразить эту мысль-то? Я другое говорю предложение. В одном предложении три формы. День причастия. Сослагательные наклонения. Ничего этого нету. Нету ничего. Нету. Я тогда говорю, Ивана Сергеевича Тургенева вспомнил. Великий, могучий русский язык. А сегодня на меня вышли кто, я не знаю, часто ко мне сказали. Вот часто пошел, посмотрел. Я запросил, как, чтобы по-русски говорить, а по-английски речь выстраивались, по-немецки. В Англии вообще, говорит, слова эти не знают. Английский-то язык еще какой слабый. Они, говорит, пользуются, это оригинально там. Или берут с греческого, с латинского. Вот, допустим, я познакомился, Мао-Зе-Дун. Я услышал, как звать. Мне не надо его говорить. Я пишу, Мао-Зе-Дун. Хоть кто. Пном-пень. Я пишу, Пном-пень. Пень-пнем. А если плохо учатся, пень-пнем. Написали, пень-пнем. Понимаешь, как? Какой русский язык богатый. Так у нас как? Понимаешь, вот пишет одна девочка у меня. Мы приехали сюда. Хорошо доехали. Воспитатели хорошие. Здесь утром солнышко хорошее. Кормят нас хорошо. Воспитатели хорошие. Другая девочка пишет. Мы приехали. Это такой прекрасный день с кучевыми облаками. А какие замечательные здесь воспитатели. А этот начальник лагеря-то, этот старик-то, говорит, он на велосипеде, на велике так гоняет. Замечательно. И вот она замечательная, превосходная, удивительная, неподражаемая. Вместо слова «хорошо» она насыпала. Переведи по-китайски-то. Ну ничего этого нету. А у нас свой нюанс. Nice. Понимаешь, как дорого это. Мы должны еще Бога благодарить, что мы имеем, знаем хотя бы немножко русский язык. Вот говорят, на немецком языке что можно? Командовать. Но кто знает немецкий язык, я сейчас ему скажу. Гальте, Мауль. Гальте. То есть держи свою пасть. Держи свою пасть, то есть закрытая. А по-русски переводится «заткнись». Это нам понятно. А там нет слова «заткнись». А по-японски. Ему надо, чтобы отстал. Команду отдать он не может. Сказать там «бегай». Он не может. Нет слова. По-японски так звучит. «Будьте настолько добры, я попрошу вас, сбавьте газ. Зайдите мне к самолету». Он пока говорит, его уже сбили. Светистый язык французский. Женщинами как подойти, как рассказать, какой подол, как пахнет, как в обморок падает. Вот это он и расскажет. Русский язык на все годен. На все. Шагом марш. Вперед. В атаку. Ура. Бонзай. В русском языке все. И в то же время выразиться. Как полюбить. Красота ты не описана. Это не мимо я прошел. Напрасно твоя мать убеждала тебя, что ты жизнь погубила за меня, вышла непутевого. То есть сколько можно сказать? А по-украински зароготало и побегло. Великий, могучий русский язык. А его матами заполонили одни матерки. Стоит в тюбетейке. Говорит, господин Урюк. Сказать слова не может, а по матушке загнет. Я долго думал, почему. Видимо, по матери Ленина ругаются. Не по нашей матери. Вот такое дело. Отдаление. И везде нужно дойти до точки. Почему так? А можно ли выйти? И что я могу в это вложить, чтобы выйти из этого состояния? Вот тогда Слово Божие достигло. Просто. Кроме Нюры, там никто на свадьбе не был больше? Нет, мы вдвоем. А мать-то не хотела поехать? А там не получилось. Они договорились с машиной Савейска. А Морозы стояли, машина вышла и сломалась. Хотели бы поехать по неудачности. Да, по неудачности. Ну, как хотели и не хотели. А как мать на то, что она пошла к старообрядцам? Теперь же никогда уже Баптийской не будет. Да никак она. Это выбор Кати. Ну да. У старообрядцев приобретают людей через смешанные братья. Я говорю, Вера, слышите, через уши. Один орган дается, орган. Уши через уши. А вы через какой орган приобретаете? Смешанные братья, везде. Он не будет жениться, а родители не разрешают, как чеченцу. Обязательно сделай ее мусульманкой. Ну, он сделает, там ей помазали, сказали. Она должна теперь, и Серафима Саровска теперь она не должна признавать. Яна Хронштадтского не должна, но я не думаю, что она признавала. Да, она не такая ревностная, чтобы на это пойти. Она и так к нему не обращалась. Феофана Затворника, то есть те, которые после Дикона реформы для старообрядцев, ну, да разве можно так? Так, Серафима Саровска весь мир знает. Я просто говорю. А теперь давай вообразим так. Она будет старообрядческое все исполнять? Не будет. Не будет. Она, он и сам не знает, муж-то ее не знает. Дальше. Он умер, внезапно погиб. Старообрядческая она останется? А зачем? Она не пошла не потому, что полюбила старообрядца что-то, а потому, что муж. Полюбила старообрядца. Ну, красивый зато. И вот, понимаешь, как все это несерьезно. Это было вкусно. Несерьезно. Если ты меняешь веру, то не ради мужа. Вот заметь, как крепко держала за свою веру Александра Федоровна, жена Николая Второго-то. Сколько ее не уговаривали, она, я не знаю, она не литеранка, она англиканка, или что ли она там была. Она никак не хотела. Никак. Ее убеждали, говорили, она столько плакала. Она не хотела идти в православие. И когда вот уже все это стучилось, она только одно сказала. Какой ваш народ неблагодарный. Что сделала для него я? Дети ее, все за больными ухаживают. Но дальше не договаривали, войну-то вы развязали. Зачем тебе война, царь, нужна была? Она привела к краху двух империй. Чебельгейм полетел, и он. И Австро-Ленгрия три. А? Австро-Ленгрия тоже. Австро-Ленгрия, там тоже монахи были. Надо искать Бога. Они думали с царскими дворцами породняться, и он не будет воевать, потому что его родная сестра здесь немало не помешала. Да никогда это не помешает. Мешает одно вера. А вы будете воевать? Никогда. Мы мирные люди. Им бронепоезд на запасном пути не стоит. У нас нет его. А вас если застрелят, застрелят и мученик будут. А вот сейчас мы пошли, я сказал, я буду врачом. Или там, санитаром. Буду вытаскивать раненых с минного поля. И попали в плен. Меня они, чеченцы, не убьют. Почему? А я не стрелял, у меня оружия нет. Я спасал и чеченцев, и всех подряд. Виктор Андреевич наш, и спрашивал, сейчас посылает, говорит, Чечню, что мне делать? Ничего себе. Я ему ответил, вот так и делать. Иди, умри, положи душу за ближнего. Но душу из другого не вытряхивай. Виктор Андреевича в Чечню? Виктор Андреевича в Чечню? Да, несколько лет назад он спросился, когда война была. Чеченская вторая, он подходил и говорит, направляет меня туда, что теперь делать? Иди, иди. Это обязанность наша. Ты врач, ты знал, ты должен спасать всех. Кто бы он ни был, самый лютый враг. Хотел стрелять, и умер в это время. И его, если можно, не умер, если проверил, притащились. Вот, недавно какой-то фильм, я так как краем видел, какой-то из протестантов, но какие тоже не знаю. И он в армию не шел. Ну тут бы расстреляли. А он убедил, да, поди какой я сильный. Я не могу, я многое могу делать, убивать я не могу. Но его послали на самые опасные участки фронта, раненых, вытаскивать, это же надо. И он каждого несет раненого, Господи, да помоги ты мне еще одного спасти. Идет, и всю дорогу молится. Вокруг валяется труп, он донесет в лазарет, и пули, шарапнель тут летит, он опять ползет туда, и опять вытаскивает раненого и поволок. А у русских, хоть ты тысячу человек спасай, ты все равно враг тебя расстреляй. Да разве можно так? Он сколько добра-то может сделать? У отца Акима служил в армии один, в субботних, адмитис седьмого дня. Но он и истинно верит, его так научились. Они его посылают в субботу, он и идет в армию, в страйбат. Он говорит, вы мне дайте воскресенье, я буду работать. Его сажают, сажают на шесть дней. На седьмой его пускают перед субботой. Завтра идти он не идет. Он всю службу просидел. Понимаешь, дурная какая нация-то. Адмитис седьмого дня это глубоко порядочные люди, работяги, честные. Да на нем работать и работать. Ну, больше нету субботу. Ему скажи, за субботу ты будешь работать в понедельник, в две смены. Он будет работать. Он любит Бога. Истинного Бога Югову. И поэтому с нами кто-то оказывается даже не такой. Ты посмотри, какую ты можешь оказать помощь. И чем он может быть полезен тебе. Это великое искусство. Это необходимо. Для чего мы здесь сидим-то, время тратим? Мы должны выходить уже другие. Вот это я узнал. Теперь я знаю. Вопрос не решен. Кто мне деньги посылает сюда? Ты? Нет. Кто хочет, тот и посылает. Кто знает, кто не хочет. Ну, мудрость ты сказала. Кому Бог положил начаться, тот и посылает. Нет. Ну да, ну да. Ты что думаешь, под пистолетом кого-то заставляют, что ли? Вот ты выистощила. Мудрость там фантазирует. Да, любовь пошлёт. Да, любовь. Вот это дело другое. Знают люди. Вот я примеру просто похвалюсь. Позавчера вечером звонит меня одна женщина. Мне Игнатий Тихонович нужен. Я слушаю. Я много лет слушаю вас. Ах, сколько мы тут получили. Можно я вам деньги вышлю? Ну, а зачем? Я говорю, я не нуждаюсь. Ну, вы же там что-то делаете, то другое. Нет. Ну, прошло маленько, я ей сказал где-то. Проходит, ну, не знаю, полчаса. Я захожу. Она говорит, я выслал на вас 50 тысяч. Ого. Я могу сказать, город Тольятти. Понятно? Никогда не виделись больше. Что, зазомбировал её, когда не встречался? Бог. А Бог? Но я знаю, что ни одной копейки мне, я и сказал заранее. Когда мы знаем всё про вас, всё-всё знаем. Поэтому решили. Мне лишняя забота идти, получать да отдавать. Чё, давай, Сергей. Вот как Бог делает. К вопросу о вере, можно мне один штрих? Показывали в новостях про Сирию. И две бабушки жалуются в Сирии. А нас, мусульмане, сказали убьют. Мучить будут, если мы мусульманство не примем. Они, значит, христианки. Православные, по-моему, да. Православные, конечно. И думаешь, 80 лет, или уже из ума выжили совсем. Не дай Бог дожить до такого. Один шаг, и ты в раю, мученик за Христа. Как можно было 80 лет? Да мечтать можно. Ихнать Тихонович, он надеется на это, что к мученикам за Христа хочет быть. А тут у тебя такая возможность, и всё. И, значит, веры нет. Убереть? Умереть за Христа и в рай мученик. Да это не каждому, я вас суждать никак нельзя. Нет, я говорю, не дожить до такого, чтобы не выжить. Ты не крестишь правильно, Машешь, вот куда. Ты не знаешь, как ты поступишь, Ленавтокус. Так я и говорю, не дай Бог тебе, чтобы выжить. Опять ты сюда, вот види, на меня. На плечо. Так, правое плечо, белое, вот сюда подними. А то как патриарх куда-то сюда. Немногим Бог дал такой, да, понимаешь? Ну отряхли ты, всё мы с ним сли. Так, всё понятно, понятно. Мы там не были. Если ты не был, я советую помолчать, кто не был. Вы знаете, я в новостях слушала тоже, что христиане там, вот там живут, там в восточном этом городе. Олег Поп. Да, они собирают помощь тем, которые под мусульманами. То есть они и там работают, и там помогают. Помните там ещё, вот у апостола Павла, как они там собирали Иерусалим, посылали, когда голод был. Так у них там, Лена говорит, что это. Но есть люди всякие. На днях Россия испытала там особые бомбы, как мощные. И всё это показано, как. Я сижу здесь, в тихой комнате один, и меня ужас пробрал. То есть по мощности равна атомной бомбе. Но она не атомная. И вот как ударит, и от неё ещё бомба, видимо, как кассетная разлетается. Тактическая называется. И всё вокруг, огонь, и огонь это пламя, вот так клубится, там сотни метров где. Там ад на земле. Игорь Тинович, тактическая называется. Ну может быть как-то там. Мне страшно было смотреть. Дивизию сразу накрывают. Я не знаю почему. Мне вот этого ИГИЛ, молодые ребята, мне жалко из-за того. Вот они гонят, их убивают, он упал. Это живая душа. Ему никто может о Христе не сказал. Как можно радоваться погибели человека? Прям ликуют. Вот они, вот мы им дали там. Что мы им дали? Они нас за людей не считают. И может и правильно. Они верны своей идее. Идея халифат. Всё сметают на своём пути. Аминь. А там-то бы я Христе-то и сказать. Вот так. Да, они чистые мусульмане. Шестой стих. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нём. Толкование. Ничего нового не вводим. Но что вы приняли, того и желаем опять же. Господа Иисуса Христа, а не ангела. Ибо он есть путь, приводящий к Отцу. Такой путь не в ангела, ибо этот путь не ведёт туда. Седьмой стих. Так, ты дальше не иди. Не надо. Что из этого взять стиха? Ничего, что я говорю? Ничего. До чего мы достигли? Вот об этом говорит. А не апостолы. Звонят мне Баптисту сегодня по интернету. Вот я тут обратился, я тут узнал, до чего достигли, я это держу. Да ты держишься лжи. А там Писание. Но когда Писание примешивает яд, особенно приятно это для тех, кто решил не жить, уничтоженным быть. Если прямо сказал Бога нет, а когда говорит Бог есть, всё, но не церковь. Я тебе доказал, что еретики, да? Ну дальше-то выходи. Выбрось бритву сегодня, начни с малого. Да вот я не хотел, я боялся. Я говорю, знаешь, почему хотел боялся? Тебя бабы запугали. Это подкаблучники такие трусливые. А где мужик одной может руководить, если это жена, то всё остановило ниже. Несравненно. Чё ты боишься-то? Боишься слово сказать. Боишься почему? Потому что ты неверный ей был, изменял. Она тебе, кажется, сковородкой будет гладить по голове. Да нет, да чё ты рассказываешь? Памяти нет, нет. Блуд сожрал мозги. Тут всё просто, понятно. Ты никогда не выискиваешь причину. Определённо, боишься. Чего боишься? Определи. Так и назови. Я боязливый. Участь боязливых, озеро Огненном. Всё, довольно идём дальше. Откровение говорит. Поэтому, где тебя воспитывай героями? У Яиля написано, 3.10. Говорит, туда, Господи, веди твоих героев. Только герои веры там будут. Ни рыба, ни мясо там не будут. Если бы был холодный или горячий. Но ты тёплый, вроде ходишь, постоял, всё по форме. А ты, значит, там, или нет. Гори огнём. Гори огонь, гори. Воспоминай. Воспоминай какие? Холодные сердца. Он давно во имя, нас зовут христиане. Почему Павел говорит, расширьтесь. В равное возмездие, говорю вам. Расширьтесь сердца вас. Вам в нас не тесно. В вашем сердце мы не находим места. Да потому что они за лжи апостолами чуть сказали уже там. Они не могут на одном месте утвердиться на Евангелии. Что надо помнить? Янг Латауз говорит, гиенну помни каждый день. Как бы туда не попасть. Гиенну. Ну, знаете, мне вот всё надоело преследовать. Так охота покоя пожить-то в конце. Янг Латауз говорит, заодно это слово покой тебе гиенны мало. Какой покой, когда это фронт? Борьба идёт смертельная. Дьявол, как рикающий лев. Ты должен дать отражение. Пленил их, а которые в плену и теперь вырвать. Вы знаете, сколько сил надо? Американская вся машина, вот эта вот военная, поставили задачу в Иране, тогда не вырвать. И уже всё пригнали. Вертолёты, танки стояли. Вертолёты начали подниматься со спецназом и захватили друг друга и погибли все. А это узнали. Мы вас всех в ад отправим на американцев. Мы должны понимать, что мы находимся на линии, на передней линии. Нам Бог дал это. Если бы мы были сейчас где-то в Покровском соборе, помолились или там постояли в храме, разошлись, нас бы никто не трогал. Андрей Кураев говорит, если бы Игнатий не трогал священство и не говорил, что в церкви, к нему бы совершенно другое отношение было. Другое, потому что меня бьют-то не за то, что я у них там украл что-то, плитку отбил. Мы говорим, так нельзя. Ты священник. Почему не заботишься о людях? Люди ничего не знают. Не знают. Когда я сказал, не знают. А ууу, какой вы гордый. Гордыня во мне. Потому что я вижу, что надо учить людей. Это гордыня, гордыня. Гордыня и прелесть. Два слова научили. Знать ещё не знают. Уже гордыня и прелесть. И на этого Масленникова гордыня и прелесть. Все обвинения мои на нём. А там ещё вышел один ущик Карипанов. Вы тоже запомните, если можете запомнить. Карипанов. Он является директором миссионерского института. Я такого даже не слыхал. Миссионерского то отдела, а то института. И он прилично одетый. Мирянин, видно. Говорит. Говорит хорошо. Раздельно. Не сыпет, как из мешка опроса. Но говорит только то, что она... И по Библии говорит. Вот что. Он даёт знание Библии. А применительно на сегодняшний день нигде не касается этого. Ты примени на сегодняшний день-то. И ты увидишь, как будет. Ну просто открой Малахи и скажи, проклятием вы прокляты, священники. Бог говорит, я прокляну и проклинаю ваши все благословения. Почему вы никогда не говорите, обходите? Стихтанкты обходят 16-й главу книга чисел. Живём в ад. А вы это обходите. И увлечены этим, говорит, беззакония были и пророк, и священник. Все лжицы. Ты вот прочитай 13-й главе Еремии, который переписывал вчера Никита. Что такое пояс? Пояс – это не тряпочка, это не верёвочка. Бог говорит, Богу разве мало что охота сказать для нас. Он говорит, иди купи пояс. Он купил. Надень пояс. Надел. Ещё я не надевал. Ну что за команды такие? Надень. Ну как он? Нормальный, хороший, красивый, кисточки. Так, теперь замочи его. Наоборот, не мочи его, говорит. Не мочи? Да, иди в спрячь. Да, ну-ну, под камнем. Там замочить его непогода. И что получилось? Прошло сколько-то времени. Теперь иди, возьми. Взял. А он никуда не годен. Вот так, когда вы от меня отдаляетесь, вы так гибнете. Пояс – это означает наша близость к Богу. А как пояс близок через лам, говорит человек, а так и вы близки ко мне. Я думаю, да. Интересно. Выставил один ролик, Серёжа. Он с собакой. Показывает, как у него. И вот так вот стоит. Собака у него вот здесь вот идёт. И всё время на него смотрит. Он идёт, вот так, видел? Да что это такое-то? Вот идёт вот так вот, стреляет, она здесь. Она его ничего не видит вокруг. Она видит только Ивана. Из-под него выглядывает. Он сел. Он пошёл, а она сзади. Она подбегает, дал команду, она опять заскочила между ног. А там один пишет, а я знал, что рядом ходит. А думаю, а что она охраняет? Да то, что между ног охраняет. И всё, и тут же ответы. Он боится потерять. Это комментарии. Ну, разве можно так делать? Это ужас с собакой сам. Видел, говоришь, да? Я хотел его снять тебе, а не смог. Не получил. А вы не видели, как это? Он стреляет там ещё мужик? Нет. Негр один до трусов прям раздевается, собаку дразнит. А второй собаку пускает. Прям на голову, ну, в одних трусах негр. И она прям, ну, чуть-чуть не схватила, он уворачивается. А хозяин, фу, ко мне! Она разворачивается и того в костюме кусает. И называется настоящий тест на мужество. И я такой... Ну, а со мной метод мужик. Он идёт в многих маленьких шарагу. И вокруг из-за машины как будто... А собака между ног у него. Я только думаю, как бы он это... И что не случилось с мужиком-то? Это вот на Западе придумали такой метод конвоирования. Это она жулика должна конвоировать. Она раз, так между ног. Когда жулик, он её учит. Сначала на себе учишь. А когда она жулика, ну, ты её между ног раз и лает. И когда она вот здесь прям лает возле паха, так, конечно, он очень некомфортный. А рядом, когда она сзади, она как бы её не... Нет, никак. Она рядом больше видит. У неё обзора-то нет, она зажата ногами. Да надо быть мужику здоровым. Маленький-то, она не поместится. Он верхом будет наехать. Я лучше всего за заднее конвоирование. Ну, ладно. Я просто удивляюсь каждый раз. Никогда не видал и не слыхал. Фашистские овчарки так лаяли, что... Как будто глава всем золотом охраняет собака. Не надо было даже паха никакого. Она как гавкнет рядом. Поехали. И через слава ослабили. Седьмой стих. Будучи укорены и утверждены в нём, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Толкование. То есть, стоя неподвижно и не склоняясь только к Христу, то к ангелам. Ибо укоренённые никогда не передвигаются. Показывает, что они пали так, что нуждались в восстановлении, то есть во вторичном построении на Христе, как на основании. То есть, твёрдо держась Христа посредством веры, а не рассуждения и словопрений. Ибо шаткостроение, если б оно и на фундаменте, но не твёрдо будет стоять на нём. Опять ставит слово «как», чтобы они, если не другого чего, то самих себя устыдились бы. То есть, как вы научены. Итак, в словах «как вы научены» апостол положил как бы основание, а в словах «преуспевая» указывает на здание. Не должно изменять прежде принятое учение, а преуспевать в нём, ставя себе в честь нечто преизбычествующее, показать в своей вере, благодаря Бога за то, что Он удостоил нас такой благодати, и не приписывая самим себе этого преуспеяния. Да. Да. Себе только присылали. Какое хорошее православное, да? Какого-то там верития. Вопросы? Комментарии? Повесни слова «преуспеяние». Преуспеяние? Да. Но успеть, это преуспеть, но преуспеяние, но есть преуспеяние. Преосходительное. Совершенствование может быть. Достижение больших успехов. Достижение больших успехов. Преуспеяние. Но это слово в обыденной жизни никто не говорит нигде. Никогда. Однозначно. У китайцев его нету. У китайцев фильм есть, «Герой» называется. И там император, ну как всегда у них это, он объединяет все вот эти вот четыре, на четыре разделенные части Китая, разные династии там. И он все один объединяет. И он все время думает над словом «меч». И он вот так пишет, так пишет, все удивляются, как уже там 19 разных значений. И вот он стоит у него сзади этот плакат и меч этот, ну написано. И он все никак не может. И вот и тут эти четыре объединяются главных героя Китая, чтобы его убить, потому что он же диктатор. И вот они сделали так, что один убивает троих. И остается один. Ну а так как он герой, ничего себе главных убил. А он сам как в тени, как бы на службу этого императора. И этот император его к себе вызывает. И он может с ним беседовать с 15 шагов. А ему нужно было 15 шагов. И этот император, когда он увидел его глаза, кто он такой есть, он понял, что это убийца. И он уже сидит такой, и у него одна мысль только. Так, убийца здесь рядом со мной. И он ему прямо начинает говорить это все. А тот уже приготовился к прыжку. А у него перед собой такой сверток, как бы пергамент. А там кинжал. И чтобы одним ударом поразить его. А тот в доспехах сидит император. А он на него смотрит, начинает ему говорить, вот как все было. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Тебя выдают там кончики век, там все-все. И в этот момент говорит, подожди немножко, не убивай меня. Поворачивается к этому плакату, где написано. Смотрит на него. А у него рядом такое ведерко и кисточки. И он берет раз-раз. И короче, пишет новое. Новое пишет на этом, на слове меч. И говорит, поворачивается к нему. Говорит, все, я готов. Убивай меня. Он говорит, почему? Он говорит, я теперь расшифровал это слово меч. И какое слово? Даже, говорит, если ты меня убьешь, то все, что я делаю, оно все равно будет завершено во вселенной. В масштабе вселенной. То есть объединение империи все равно состоится. Единственное. Да. И короче, вот так. То есть получается, что уже убийство рядом. А он думает о том, что как же ему дописать правильно, что-то вот еще откроется в этом слове или нет. И вот он это пишет. Ну как бы здесь христианство какое-то даже. Потому что получается, что лучше тебе этот меч вообще из ножа не вытаскивать. То есть вот он в конце дописал так. И тот не стал его убивать. Он все понял. Восьмой стих. Толкование. Есть тать. Тать. Тайком он подкрадывается. Незаметно подкапывает он стены снизу, намереваясь обокрасть ваш ум. Итак, берегитесь. Показывает и путь, которым приходит тать. Это философия. Но так как почтенным считается имя философии. И то добавил и пустым обольщением. Ибо есть и обольщение доброе, о котором говорит Иеремия 27. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня, и я превозмог. И я каждый день в посмеянии всякий издевается надо мною. И Иаков, казалось бы, обольстил Исава. Но это не обольщением должно называть, а домостроительством. Читаем книгу Бытие 27-28. Объясни, что это слово домостроительство. О чем, Павлович? 27-28? Дом строить или что? Где это? Бытие 27-28. Да даст тебе Бог от росы небесной, и от уха земли, и множество хлеба и вина. Он как бы льстит ему, получается. Однако, он не льстит, а даст тебе Бог. То есть, он добра желает. Это не лесть. Это не лесть. Но здесь вот и Иаков, казалось бы, обольстил Исава. Что кому говорили? Да, 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 так и было. Он же ему стада там гнал и говорит, это тебе, тебе, все. Хотя он был виноват, конечно. Но это не было обольщением, должно называть, а домостроительством. То есть, это устроенное Богом, такой путь был. Допущено Богом. Тайна домостроительства еще главное называется. Да, да. Бог так устроил. Послал подарок вперед. Ну, как сказано, верни. А он по-человечески пошел. Не говори об Иакове ничего не доброго, не худого. Как так? Непонятно. Ну, подожди, поймешь, вот и понял. А скажешь, что про него плохо, я тобой займусь. То есть, Иаков располагал Исава, посылая ему стада, боясь за себя. А на самом деле, вся его жизнь была домостроительством Божьим. То есть, Бог управлял всей этой ситуацией. А Исав по-человечески, Иаков по-человечески все это рассуждал. Боясь за себя, он посылал дары ему. За детей еще. Он же расположил так, чтобы успела Ревехов уйти. За свою семью боял. Да, с этими. С двумя-то бил. Ну, Иакова возлюбил. Где еще? Ну, здорово. Исава возненавидел. Да, Иаков же все-таки сделал, ну, как бы, обман. Все такие вещи, которые он, что его впереди еще ждал. Так что, Иаков как бы боялся Исава. Боялся из боязни. Он посылал умилостивить его, чтобы он был расположен, чтобы сердце было, может, вот так, сделать добро вперед, чем он придет. Чтобы не так сильно, жестоко, а он с ним расправился. Он же ждал расправы. Он боялся расправы? Боялся, боялся. Объясни домостроительство, что это. Так, чтобы любой понял, как вот кроссворд, когда идет, какое-то слово стоит, два-три слова. А там нужно одно поставить. Вот в соответствии. Немного разбирать, а другими словами заменить, чтобы понятно было. Божье устройство. Божье устройство. Божий план. Божий план. Божий план. Божий план был. То есть, Бог видел, что эта ситуация будет развиваться, и на основании этой ситуации все вот так вот устроилось. Как вот многие говорят, что Иуда Искариот, Бог виноват, что он так предал его. То есть, а на самом деле это Бог видел, что он предаст его. Он предъявил. Да. И поэтому... Еще можно тут добавить. А промысел что такое? Промысел Божий. Как судьба, говорят. Судьба, промысел. Почему? Гитлер не употреблял другие слова, только промысел. Всегда он говорил промысел. Ну, типа пророчество что-то, и только мою пользу. Не, он прятался за Бога. Прятался, как промысел Божий, в войне. Ну, когда подожгли Рейхстаг, Рейхстаг подожгли-то, он сразу стоит. Это промысел Божий. Теперь сразу можно было коммунистов всех подобрать, потому что они подожгли. Так-то он не мог начать на них гонение-то. А теперь весь народ его поддержал. Это промысел Божий. Для него Бог был не тот Бог. Как для нас Аллах это не лохим, так и для него. Ну, удобная вывеска. Строится это не тот Бог его. Удобная вывеска, удобная ширма. Сослался на Бога, спрятался за Бога. Божий промысел, чтобы зашифровал свое намерение. Ага, вот теперь Бог устроил, да. Я вам объявляю, теперь есть повод к войне. И вот теперь мы идем. Ну, а слово промыселительное? Ну, это промыселительное. Ну, это тоже из этой области, что уже Бог... Промыселительное больше здесь пророчество. Видишь, как мы с ним пророчество? Ну, больше здесь. Ну, как бы... Промыселительное от чьего имени? Кто говорит? Да, кто говорит, с вами сейчас сказали бы это. То есть, если христианин говорит, это промыселительное. Ну, допустим, Алик, Авель, монах, говорил. Промыселительное, можно сказать. Пророчество. Ну, он как бы пророчество, но они же не относились к верующим, а к царю применительно, к одному, к семейству их. Как бы, ну, все по делу было. Промысел Божий. Все как Божье. Потому что, ну, не было там нужного жизни во Христе. А Авелю было открыто. А может быть, иногда прятались за эти все слова. А ты знаешь, про какого Авеля говорят? Он, наверное, не знает. Нет. О какого Авеля он сейчас говорил? Нет, не знаю. А кто знает? Он молчит, улыбается. А я думал, все знают. Да он не знает. А кто знает? Знаете ли? Нет, правильно. Ну, коротко объясни. Нет. Но монах Авель жил. Он где-то родился еще во времена Наполеона. И он говорил пророчество. И это все дошло до царей. И вот, нет, даже во времена Наполеона. И он начал с Павла I. Павел I его допрашивал. Даже Екатерина еще допрашивала его. То есть он 1700 рождение, наверное, 50-го года какого-нибудь. В 18-м веке. Да, то есть он жил в 18-м веке. И его сначала Екатерина посадила. Ну, ненадолго, потому что она быстро умерла. Его отпустили. Павел I его к себе вызвал. Тот посадил его на дольше. Ну, хорошо, что он тоже быстро. А за что? А он пророчествовал, всю правду говорил. Ну, он монах же. А зачем же его сажать? Если пророчество, он все равно сбудет. А пророчество, там, в убийство идет его. Так его-то за что сажать? Потом дальше проигранные воины. Вот эти вот нашествия Наполеона. Он все это говорит, кому это нужно вообще, не понять. Да еще там царя приголубил. Да еще там участник Александр I его сын старший. И он все это говорил как на духу. То есть его слова жгли и жгли их. Поэтому они его прятали. Да, они слова его жгли. И они... Павел I его содержал лучше всех. Как написано все-таки. У него какая-то совесть была. А дальше он там сидел и сидел. В общей сложности он отсидел до конца жизни. Сколько-то там страшно сказать. 35 лет? 20 лет. Ну, в общем, много. Вот так вот. И главное, царь его вызывает. Знает, что он говорит предведением будущего. Я хочу узнать, что будет. Он говорит, я не хочу говорить. Я скажу, а вы меня опять посадите. Ну, говори. Я царь. Да нет, нельзя. Потому что там и нехорошее есть. Вот тогда он говори. Ну, я сейчас скажу, это уже намечено Богом. Оно все равно исполнится. Ну, не сражай меня обратно-то. Я уж сколько отсидел. Все-таки он выдал его из него. Выдал его. Ушение тебя ночью убьют. Табакеркой по мозгам тебе. Табакеркой убьют-то. Царь, арестуйте его опять. По новой. Опять в тюрьму. А его царя-то тут метешь. Его сразу убили табакеркой. Ну, сбывай, сбывай. Ну, выпустите. Следующих крадущих нет. А про меня еще не знаешь? Знаю. Ты шкура барабанная. Не будешь расселять на престоле-то. А потом-то будет восстание. Там станет такое-то против тебя. Арестуйте. Опять сидите. Ну, понимаешь. Какая вера. Ну, если он сказал. Это будет. Еремия сказал. Вавилон. Вам, Родиной будет. Вас туда переселят. Идите туда. А оттуда пишут. Он прислал письмо суда нашим. И что такое-то? Куда смотрят там ваш первосвященник, начальство? Почему этого пророка из анофопы не арестуют? Посадите его. А тот-то к нему расположен. Вызвала Еремию и говорит. Так и так. Так это он написал письмо вам. Решите ему. Ты не вернешься с Вавилонского пленения. Ты там и загнешься. То-другое. Так все и было. Тут же и умер тот. Ну, надо слушать теперь. А дальше опять не слушать. Ты пойди. Попроси Бога. Что скажет, мы сделаем. Он говорит. Я пойду. Прошу Бога. Скажет, а вы не сделаете. Вы знаете это. Он прошел. Пошел. Молился. Молчит. Молится опять. Он говорит. Ну, ел, не ел. Десять дней. Так он умрет и еще не скажет. Скажет. И он сказал. Не ходите. Возвратитесь назад. Это не Бог сказал. И они никто не поверили. Никто. Говорили. Мы послушаемся. Говорили. Я и говорил, что вы не послушаете. И пошли в Египет. А он что? Он тащит с собой два булыжника. Слышали? Да. Булыжника. Кто тащит одежду. Кто сухарей насушил. Он два булыжника взял. Глиной обмазал их. Никто не поймал. Положил в котомку. И каждый день кряхтить не все. Зачем? Это мое дело. Но и но. Нельзя, говорят, юродивые. Дураки. И когда пришли туда. Нам дали вот это место. Нам отвели вот пять гектаров. Мы можем здесь. Вон туда посередке. Хорошее место. Роет яму. Эти булыжники туда закопал. Заровнял. И ты для этого нес. Да. А что означает? А означает вот, что вы бежите от Вавилонского царя. Вы под египетскую глань пришли. Египет будет разбит Вавилонским царем. А в этом месте вот где вот. Вот сейчас оно у вас лежит. Это резиновое. Вот здесь вот будет стоять престол. Вавилонского царя. Он шатер разобьет. И вот здесь будет сидеть на этих камнях. Я фундамент заложил. Это прочная власть. Тысячелетний рейх тут будет. Все. Так и было. Так и было. И оценили его? Нет, не оценили. Бросили в грязный колодец. Едва не утонул. Да. Понимаете? А сегодня, сегодня та же самая история. Вот лежат мои книги. Я просто знаю, что эти книги будут искать. Спрашивать. Были они? Было ли сказано? Было. А почему они послушали? Я ж тут говорю им, что это все будет покончено разомом. Мы стоим на самом, как говорят, на липочке рядом. На краешке. Ты, конечно, православие. Прочитай только. Ты увидишь это полное крушение всех надежд. Воевать нельзя. Да кто поверит в это? Крещение все неверное. Покаяния настоящего нет. А церковь, которая считается, там принял всему сектанцию. Любой материал возьми, он под топор все пускает. Почему? Не я сказал это. Это Бог сказал через пророков. Я только собрал и вытащил. Я спрашиваю, почему Андрей Кураев это увидел, а вы не видите? Он говорит, что Игнатий ничего не придумывает. Он просто поднял пласты, нами забытые, наши православные. Он просто поднял их, они засыпанные были. Игнатий Иванович, неужели Господь пришел и сказал, идите наипачи к погибшим овцам дома Израилева? И на это идет прям толкование. Не к погибающим, а к погибшим. Неужели евреи те, они хуже, чем вот эти православные, которые сегодня, мы смотрим. Уж они-то хранили как? Они шли под слонов, падали там, с высоты прыгали там, кишки себе резали. За слово Божие. И эти сегодняшние православные, возьми, размазня. Подойдешь к священнику, только сказал, я из общины Лапкина Игнатий, ну не Игнатий Игнатий, а Аким Лапкин. А, крестят, из Иди сатана. Это что такое? Не разговаривает ничего. Или эти, отделенные баптисты. Ну уж крепче некуда. Мы с лапкинцами не беседуем. Ничего себе. И стоят детишки, ну там, 17-16 лет. Они уже все знают, лапкинцы уже, все. И главное, ладно бы православные. Так нет, это баптисты отделенные. Серьезные ребята. Ну, в смысле... Читающие писания. Да, читающие писания, изучающие хотя бы. То есть нету какой-то серьезности во всем. Игнатий Игнатий про это говорил. Говорит, да не может быть. Когда вот мы говорили ему, вот такие-то, такие-то сегодня эти уже баптисты там. Потом привели одного. Он с ним поговорил немножко и сказал, да, это не те уже действительно. Они как ничего не хотят знать. Я сказал этот сват, который выходит на занятия. Ну, за пределами говорили. Я говорю, знаешь, мне вот сегодняшние баптисты там, все вот кто там, исты все. Они, говорю, до такой степени неинтересные и скучные люди. Что не скажи, какую историю не возьми сегодняшнюю. Там, которая была, на одном все ответ только один. А мне это надо? А мне это зачем? А мне это по борту там. Так подожди, а как тогда вообще говорить? Не о России вы не поговорите. Не о каком-то другом году. Они отказываются от Смита, который сам себя в темпе крестил. Так от кого вы тогда? А зачем вы нам это приписываете мне? Нам и это не хотим, то не хотим. Я говорю, вы от всего отказались. Вы гордые по самую крышу. Ну, кому? Кто у тебя из друзей, который умер, и ты его вспоминаешь добрым словом, его слова божественные, которые он говорил? Кто? Чего сказать ничего не может. И никто не может, самое главное. Ему начинаешь это когда приводить. А представьте, сколько вы святых отвергли. Я говорю, вот ты выходишь сюда, слушаешь слова. А ведь это феофилак болгарский мы читаем. Так он же взял из Златоуста, 4-й век. 4-й век. 4-й век. Сколько там еще? Все. Все? Ага. Вы какие-то здесь? Там кто-то есть, надо поздать. Ты нахитничок. Выходи. А, Полинария. 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 Уехала. Ааа. Все, значит, на нас есть. Огния. О, моя охрана. Достойная всякого истину. Моложи тетя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную. И матерь Бога нашего честнейшую херувин, И славнейшую без сравнения серафим. Без искления Бога слова ровшую, Сущую Богородицу Тя величаем Всемилостивый Спаситель наш Господь Иисус Христос Ты Духом Святым открылся нам Что Ты сходил на землю ради нас грешных И принял страдания И Духом Святым даровал веру нам Дабы мы веровали в Тебя Поклонялись Тебе и служили Тебе по заповедям Твоим Хвала Тебе за Твое долготерпение, Господи Божий наш Ты так многое нам сказал, прости Где мы к этому отнеслись не со всей серьезностью Забыли о своей смертности Прости и помилуй, дабы никто из нас не погиб Найди всех наших родственников, не знающих Тебя Благослови Патриарха, Епископа, Священства, Пасту Всем даруй духовное рождение свыше Уразумение Писания, чтобы вникали в себя И в совершеннейший Дух, который дал нам это Писание Он открылся нам Благодарим Тебя, Господи За святую и православную веру Распусти нас с миром Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Отец наш Небесный, прими нашу молитву воздеяния рук Как жертву вечернюю, благоухание приятное Перед престолом благодати Твоей Божией И соедини нашу молитву с молитвами всех святых Молящихся Тебе на небе и на земле Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас Во благо нам И прими, Боже, нашу молитву о всех Заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй Аллилуйя Аминь Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой Аминь Спасибо Во славу Божию Спасибо